Всем привет! Меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал! Ребята, как ваши дела? Рассказывайте мне, пожалуйста, в комментариях, как прошли ваши первые 2-3 недели учебы. Я надеюсь, что вы довольны тем, как стартовал ваш учебный год. Ну а я в свою очередь уже готова рассказывать вам некоторые секретики, как сделать вашу учебу веселее, интереснее и удобнее. Те секретики и лайфхаки, которыми пользовалась я во время учебы. Начать я хочу вот с чего. В моем классе урок литературы был примерно на уровне с уроком ОБЖ. Ну это типа домашку не задают, и вообще можно забить и прогулять, и особо ничего не спрашивают. Но если что-нибудь спросили, то можно и списать. Контрольно и так себе. Ну в общем, вы поняли, у всех, наверное, такое есть в школе по различным предметам. Ну и так вышло то, что любви к чтению в школьные годы у меня не было абсолютно. Не знаю, чья это вина, моя личная или того, что этим никто не занимался извне. Ну вот так получилось. И книжки я начала усердно и так активно читать только к 19 годам. И то, знаете, только благодаря YouTube, потому что смотрела различных книжных блогеров. Именно после книжных блогеров я открыла для себя, насколько круто ходить по книжным магазинам, потому что там какая-то непередаваемая атмосфера, и когда вокруг тебя так много различных книг, так много различных изданий и таких необычных людей, у которых горят глаза, и они жадно впитывают в себя информацию. Мне очень это понравилось, потому что книга, когда ее изучаешь, ты открываешь в себе что-то новое, открываешь что-то новое в этом мире, и ты тренируешь свое воображение, фантазию, и, конечно же, твой язык становится гораздо волшебнее и богаче. Еще я недавно в буквоеде наткнулась на такие удобные блокнотики, называются они читательские дневники. Поскольку я читаю иногда по 2-3 книги одновременно, еще и плюс посмотрю какой-нибудь фильм на другую тематику, для меня это суперудобно. Я сначала думала сделать такой читательский дневник, вот как в школах иногда заставляют их делать. Я думаю, что у кого-то из вас есть такие читательские дневники на литературе. Если есть, напишите мне об этом в комментарии. В общем, у меня таких в школе не было, и поэтому для меня вот эти малыши из буквоеда стали просто спасением. Смотрите, о чем я говорю. У меня их сейчас два. И два их у меня не просто так, а два их у меня, потому что я один из них подарю вам, и этот, скорее всего, будет с совушками, потому что этот я уже начала. Так вот, если вы не знаете, что такое читательский дневник, я вам сейчас все расскажу. Читательский дневник это такой блокнотик, да-да, блокнотик, мы все их с вами очень сильно любим. Читательский дневник такой удобный блокнотик, где вы храните всю свою читательскую историю, то есть книги, которые вы уже прочитали, какие-то рецензии на них, сочинения на различные темы, цитаты, возможно, оттуда, описание героев и так далее. Также здесь есть отдельная страничка для списка литературы, что вы хотите почитать, что вы хотите посмотреть, что вам кто-то порекомендовал, и вы хотите это почитать или посмотреть. В общем, все в таком духе. Как я уже говорила, сначала я думала сделать такой дневничок самостоятельно, потому что думала, что, во-первых, таких вообще не существует в отпечатанном виде, да и, во-вторых, потому что хотела сама оформить столбцы, которые здесь есть. Но вот эти два малыша, ну, точнее, давайте один возьмем, меня поразили тем, что там абсолютно свободная форма заполнения. Давайте я вам сейчас покажу, как я заполняю этот дневник, а потом расскажу, как вы сможете выиграть вот этот замечательный с совушками. Здесь есть вот такие разлинованные странички, вы можете оформлять их, как вам захочется, то есть это может быть продолжение таблицы, но в моем случае все немножко иначе. Тут я пишу название книги и название столбцов. Тут я пишу номер главы или название, тут пишу цитату и кто я автор, тут поле для заметок, например, выучить или похожее на и ссылка. А на этой странице поле для творчества, тут я обычно пишу сочинения или рецензии. Кстати, хоть этот дневник называется читательским, однажды я его использовала для фильма. Тут в этом блокнотике вы можете шалить, и это абсолютно не запрещается. Помимо того, что я пишу рецензии для себя, я также оставляю небольшие заметочки в онлайн-библиотеке на сайте буквоеда. Сейчас я вам расскажу об этом. Тут мне очень нравится функция вкладка рекомендованная, ну почти как на кинопоиске. На основе ваших прочитанных и оцененных книг вам предлагают новые книжки, которые, возможно, вам понравятся. И я могу сразу на них кликнуть и заказать с доставкой на дом. Также за прочитанные и оцененные вами книги вам дают баллы, уровни, и вы можете становиться все круче и круче буквоедом, потому что здесь есть целая социальная сеть, вы можете соревноваться с друзьями количеством прочитанных книг, и можете даже написать человеку, который уже оставил рецензию о том или ином продукте на сайте буквоеда, например, мне про какие-нибудь краски, которые я оценивала, или про книгу «Виноваты звезды». Можете мне там написать, и я вам обязательно отвечу. Также там можно добавлять друзья, в общем, как я и сказала, целая социальная сеть, где можно со мной дружить. Я вам оставлю ссылку на свою библиотеку под видео, вы можете мне добавить в друзья, мы будем с вами дружить, общаться. Там я всегда всем отвечаю, по мере необходимости, если вы задаете мне какие-то вопросы. Ну и, конечно же, насчет того, что я обещала вам подарить вот этот, именно вот этот блокнотик. Я могу здесь даже, если захотите, расписаться. Чтобы выиграть этот блокнотик, вам необходимо будет сделать простые действия, как обычно. Поставить лайк этому видео, быть подписчиком моего канала и сделать репост записи ВКонтакте. Все подробные условия я продублирую под видео. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если вы ведете читательский дневник, обязательно мне напишите об этом в комментарии, или если вы ведете его как-то очень необычно, присылайте мне фотки ВКонтакте или в Инстаграме. Я буду очень рада, посмотрю, какие книжки вы читаете. Ну а впереди нас ждет еще очень много конкурсов, поэтому участвуйте в этом. Еще скоро будет как минимум два крутых конкурса. Не пропустите это. Подписывайтесь на мой канал и помните главное правило ловите момент и не ждите знаков судьбы. С вами была Марина. Люблю. Пока.